Христос воскрес С чашиного сердца мы эту благодать не расплескали, а только приумножали. Сегодня воскресе Евангелия рассказывает о том, как Христос позвал учеников идти за ним. И в то же время в какой-то степени открываясь для каждого из нас, особенно сейчас, как у него я развито, я знаю, в моей жизни такого никогда не было, но сейчас особенно беготня из храма в храм, от священника к священнику, сейчас всё меняют. Так, как перекати поле, ветер дует, и побежали. Вот сегодняшняя Евангелия очень глубоко об этом рассказывает, почему это происходит. Христос проповедовал на берегу Генесарийского озера. Его окружало множество людей. И с каждого слова народ все толпился, толпился, и уже он послал к самому берегу. И он увидел, что рыбаки в лодках. И он попросился взойти на лодку. Это была лодка Петра. Кто-то разрешил. Они отплыли чуть-чуть от берега, и Христос продолжал благовестить народу. И, очевидно, в какой-то момент Христос заметил, как бушует сердце Петра. А почему? А он рыбак. Всю ночь трудился, не спал, руки в мозолях, полуголодный, а дома дети, семья, а рыбы нету. Вот как жить тогда? А тут еще пришел вот учитель, неизвестный, с Назарета какой-то, говорит, дай мне у тебя, дай мне эту плавучую кафедру для проповеди. Ну что делать? Он дал. Читал, нервничал. Восходящее палящее солнце Палестины, сети немытые, уставшие, и опять впустую. Наверное, все это увидел Христос. И он говорит Петру, вот брось, вот тут сети свои, закинь. Он говорит, Господи, да я, говорит, всю ночь трудился, нету рыбы. Он говорит, ты закинь. И Петр, когда закинул, я говорю, столько рыбы. И он начал других звать, что помогите. Я помню, в молодости вел такую удивительную, красивую картину, когда Петр, вот они вот эту, держат сети, полно рыбы, рыба трепещет, лодка наполовину в воду от рыбы, и еще другие. Я говорю, такой улов богатый. Это же чудо. Так вот, как никогда в современном мире развито, знаете, вот чудо. Вот ничего людям сейчас не надо, дай только чудо. И все проблемы решены. на самом деле, чудо и решилось. Господь, хоть брось, говорит, и он его послушал. Оказывается, чудо Господь совершает в ответ на веру, на твое послушание, на твое внимание, на слышание Бога. Но когда мы это чудо видим в нашей жизни, у нас играет такая пасхальная радость, такое ликование, мы счастливы. Ну, это мы счастливы. Но Петр впервые в жизни его опарила благодать Бога. Он впервые увидел перед собой так близко того, как он сам упал в придорожную пыль. Он увидел, что он в лодке с Богом. И это еще не все. Он был потрясен этим. Тот, кого веками ждали рядом с ним. Но он еще увидел грех свой, свою нечистоту, свою слабость. Среднести такую темную жизнь. Он таял перед ним. И он так вот сказал, Господи, выйди от меня. Я человек грешен. И в ответ на такое исповедание Христос говорит, пойдемте за мной. Вот видите, сколько рыбы вы наловили. Но я сделаю вас ловцами людей. Вы будете ходить по всем континентам. Вы будете призвать людей в Мое Небесное Царствие. Пойдемте. И они бросил улов, бросил сети, бросил заработок, пошли куда? В неизведанное. Это еще не все? Это и сейчас премудрые могут сказать, пошли за Христом. А вот как вот быть тогда? Да сейчас-то вряд ли кто здесь много идет. Если стоять на Евхаристии, а в руках держат телефон. Таковы любого телефон. Вот там твой Бог и делал смес в этой игрушке. А на самом деле это воистину был первый подвиг и очень большой. Это была жертва, потому что они шли за Ним, который будет гоним, который будет оплеван, который будет смеяться, которого предадут, которого будут судить, которого будут распинать. И они шли на свои гонения, на свое предательство, на свой суд, на свою Голгофу и на свой крест. Вот куда их позвал Христос, и они пошли. Вот зов был и пошли до конца. Вот что такое жизнь во Христе. Вот что такое быть христианин. Христианин никогда юбки и бороды, и опытные духовники гладят твое ухо. А когда ты приходишь в храм, Господь трогал твое сердце. Ты пришел мирянин, а ушел как апостол. Ты причастился. Ты пошел в этот мир нести Христа жизнью, своим подвигом. Каждую минуту жизни это жертва. Это дорога на Голгофу. Не там, где хорошо, а там, где крест. Да, это чудо. Почему у нас всегда бывает это чудо? Почему мы не всегда преображаемся и меняемся? А ведь это чудо, самое большое чудо в современном мире, в мире вообще. Это божественная литургия. Это вершина, в этом все для человека. Как бы ты ни читал, какие у нас подвиги. Литургия. Наверное, поэтому открываются царские врата, и священник благословен на царство. Вот что ключ является к этой тайне общей молитвой. Читается апостол, читается Евангелие, живые и мертвые, хирургическая песня, дары выносят жертвы и копируют на престол. Мы помним силу веры и тут самое страшное. Евхаритический канон. В этот момент священник читает страшные молитвы и просит, что Господь благословил это тело, благословил эту кровь, и Господь вкушайте, пейте, и в конце еще страшная молитва. И священник, ему дана такая власть, благослови духом твоим святым, обоя, то есть хлеб и вино, дух святый снисходит с небес, и на престоле живой Бог Христос, что в этом мире может быть выше и дороже. В этом все для человека. Наверное, жалко, что не нам это открывается, а тем атеистам, которые взрывали храмы, убивали священников, жгли инквизицию Кострова из икон, уничтожали монастыри всю тысячелетнюю историю России, они-то знали, потому что они были орудием дьявола, а дьявол знал, с кем он воюет, потому что Евхаристия это живой Бог, и против Бога может идти только тот, знал, а дьявол знал его, вот оказывается, но мы приступаем в храм, подходим к иконе, ставим свечу, жили-то Бог весь, каждый знает, как он жил, даже страшно говорить, но мы подходим к Богу так легко, вот мы пришли поставить свечку, вот там и начинаем перечислять, что тебе надо, не твоя воля Господи, а моя воля, я хочу, и уходят с пустой душой, потому что мы подходим не к Богу, а к иконе, и дальше все, так вот батюшка Серафим тоже молился, но икона его прием открывалась вечность, которым говорят, что икона окно вечность, вот если подходя, почему мы вешаем иконы святых, они сейчас от нашей жизни, спасителя, к Божьей Матери, вот нам так по-человечески дается, святые отцы оставили, чтобы мы обращались к первому образу, вот только тогда совершится чудо, но когда ты стоишь пред Богом действительно, когда открываются все тайники твоей жизни, сердца, помыслов, благодать Божественная так тебя осияет, и так тебя наполняет, и так тебя преображает, что человек видит во свете Божественном свои пороки, вот оно чудо, один монах говорит, вот в лесу живет старец, который видит ангелов, а его чудо говорит, да, это хорошо говорит, но старец уважен тот, кто видит свои пороки так, как увидел их Петр, причем так увидел свое дно жизни, что пошел с ним до конца, падая, спотыкаясь, отрекаясь, но до конца был с ним. Был русский мужик, верующий человек, пришел на Афон молиться, нести духовный подвиг, и он днем нес послушание на хозяйственных работах на Афоне, когда опускалась ночь, он спускался к берегу моря и молился. Проходило время, он состарился, а он все трудился и молился, трудился, молился. И вот его ученик Сафроний Сахаров описывает. Однажды мы спустились к берегу моря, я тяжел в сторону своего учителя и начали молиться. на всей этой жизни, которую он молился, он почувствовал, что ничего этого не происходит. И когда он скричал «Господи, ты неумолим, ты неумолим». И он говорит, в этот момент его такой света сиял, ярче солнца, день стал как ярче дня, ночи. И в этот момент он крикал «Господи, хватит, мое сердце сейчас разорвется». Вот встреча Бога и человека, человека и Бога. Встреча нашей немощи, нашей веры, нашей молитвы, нашей чаянии, полонии слез и божественной благодати. И он ушел уже до конца, молился. Был удивительный старец, святой при жизни, который повязался в Саровских лесах. И он был ученик. Когда-то был известный граф Матавилов, который он исцелил, и он все бросил и пошел за ним. И всю жизнь был его рядом с ним. Прошло время, они оба состарились. Вот он описывает, был четверг, в лесу собирали хворот, чтобы отопить печь. и присели. Он сел на пенек, я сел на бревно. Я спросил его, отче, вот если вы учите, что смысл человеческой жизни стяжание Духа Святого, а как это? А он говорит, давай молиться. И начали молиться. Молись, говорит. И когда мы начали молиться, вдруг я видел, как лицо Серафима осияло, ярче солнца. Падали хлопья крупные снега на него и не таяли. Он начал молиться, и его лицо осияло. Через какое-то время все прошло, и батюшка Серафим Саровский спрашивает, вот сейчас Божествен Благодать тебя осияло, расскажи, что это такое? Творче человеческим языком это нельзя выразить. Это можно только пережить. Вот оказывается, почему бегаем с храма в храм, от священника к священнику. Вся страшная то, что можно поменять священника, можно поменять храм, у всех претензии, но вся трагедия в том, что ты сам-то не меняешься, ты ищешь учителя, как говорит Христос, который будет ласкать твое ухо. Вот такая связь. Оказывается, мы Бога-то не встретили. Мы приходим в храм, ставим свечи, пишем записки, улыбаясь своим духовникам, а где же Бог-то? живой Бог. Скажите, если кому-то скажи, что этот день твоей жизни будет последним, он бы сидел в телефоне, какие бы мы его посещали, какой бы мусор был у него в башке, нет? Последняя гравия твоей жизни. О чем? Так вот, Петр это пережил. И он сказал, Господи, выйди от меня, я грешен, Господи. А, если в ответ на его смирение, на его исповедь, Господь вот так и сиял, он пошел с ним до конца. Пошел на Голгоф вместе с ним. Вот же такая духовная жизнь. Наверное, поэтому мой любимый владыка Антоний Сурожский уже будучи пожилым человеком сказал страшные слова, что можно всю жизнь ходить в храм, но ни разу не встретить живого Христа. для этого нельзя вычитать. Можно переодеваться, можно одевать все награды свои, но здесь пусто, здесь Бога нет. Ты его не встретил. Его можно только выстрадать. Дай его, чтобы поводить апостола Петра, и нам бы вот это повторить хотя бы раз в жизни прийти к Богу и попросить, чтобы Он дал увидеть внутрь себя, совершить самое большое путешествие, самое большое полотчество в глубине своей жизни. И такое боевство сердца можно много исправить и исправиться. И в ответ на наши слезы, на наши прошения, на крик нашей души, наше умоление, Господь даст большее, чем мы просим. Проси у Бога спасения души, а все остальное приложится. Аминь. Я вас с воскресеньем всех вас поздравляю. Воскресенье в нашем храме молился наш прихожанин, которого многие знают, Владимир. Я утром, когда приезжаю на службу, а он в парке здесь ходит, я говорю, вот там Владимир сердце болит. Так вот в тишине, так в молитве ходит. В полидельник упал на глазах у дочери, умер. А в черд мы отпели все вместе и похоронили. Вот возможно вспоминайте его, Владимир, он удивительный человек. До конца здесь трудился, помогал. Он вырос удивительную дочь, которая в Бугатове ведет дело производства нашего храма. Скромная женщина, у которой тоже двое детей. Его жена Лидия, все знают, все приходят, помогают по возможности. Вот как-то вот. А получилось так, что он был неверующим человеком. А я служил на Ушинского. Была зима, и он приходил встречать жену. А там, помните, у нас лавочки стояли. И он сидел, ждал ее. Служба незакон, еще шла, пропасть была. И он ждал. Потом, наверное, слушал. Потом что-то его тронуло. Он причастился. И остался в церкви до конца. И всех еще за собой урок приводил. Они здесь трудились. Вот Господь доли секунды, раз и все, никому не мешая, взял его к себе. Это он нас всех ждет. Поминайте, когда мы встретимся, вас поблагодарит всех нас. А впереди наша участь кому, как, когда. Для чтобы это было в радости, чтобы это было успение в нашем. Где бы вы ни были, чем бы ни занимались. Какие мы совершали поступки, никогда не мы забачили, что мы верующие люди, мы причастники. Господь нам дал дар его благовестить жизни своей. Все, кто причастался, поздравляясь с воскреса в днем, желаю всем здоровья, душевного спасения, мудрости, усердия. Не надо нигде бегать. Не место спасает человека, а его жизнь. дай Бог нам найти Бога в своем сердце. Вот наш Иерусалим и наш Афон, а все остальное приложится. Спасибо большое. Простите меня. Афонтис Афонтис Продолжение следует...